Эфир на канале Россия продолжает вести Ульяновск. В студии Артем Петров. Здравствуйте. Вначале главная тема. Ремонтные работы на Минаевском мосту уже начались, но вот когда они закончатся? Мы поставили главную задачу перед подрядчиком сократить срок строительства на год. Как ремонт проходит сегодня, какие альтернативные маршруты движения готовят подрядчики? Количество самозанятых в регионе продолжает расти. Для тех, кто только начинает свой путь, проводят образовательные проекты. Помогает им еще больше развиваться, чтобы выходить на более крупный уровень. Так как развивать свое дело? И как пластиковые крышечки от бутылок помогают людям? Деньги переправляются в фонд. Волонтеры в помощь детям-сиротам, в помощь детишкам, оставшимся без попечения родителей и нуждающихся в дорогостоящем лечении. Средства, вырученные за вторсырье, волонтеры направляют на благие поступки. Почти 90 миллионов рублей дополнительно направят в ульяновскую медицину. Федеральные средства, выделенные региону, пойдут на стабилизацию ситуации с распространением коронавируса. Так, 50,5 миллионов рублей будут переданы территориальному фонду ОМС на первичную медицинскую помощь, в том числе пациентам с COVID-19. Еще 31 миллион пойдет на лекарства для амбулаторных пациентов с коронавирусом. Более 3,5 миллионов на обеспечение людей необходимыми препаратами, медизделиями и специализированное питание для детей-инвалидов. Почти 5 миллионов направят в лечебные учреждения. В целом, на развитие здравоохранения в Ульяновской области в этом году предусмотрено почти 13 миллиардов рублей. Основные работы по реконструкции Минаевского моста должны идти слаженно и динамично. Такую задачу Алексей Русских поставил перед городским руководством и подрядными организациями. Ремонт одной из главных городских артерий уже начался. Какие работы выполняют сегодня, как будет организовано движение и когда планируют закончить реконструкцию? Ответы в нашем репортаже. Мост Минаева, который соединяет центральную часть Ульяновска с Засвияжием, был открыт в 55-м году. Это одна из самых оживленных транспортных артерий региональной столицы. Ежедневно через переправу проезжают десятки тысяч автомобилей. Капитальный ремонт моста назрел уже давно. В апреле начался первый этап работ. Ведутся работы по устройству основания временной дороги на территории Улгу. А также продолжается выполнение работ по устройству рельсошпальной решетки на стороне ТРЦ Аквамо. До начала ремонтных работ трамвай исследовали вот по этим путям. Но уже сейчас начался монтаж новой рельсошпальной решетки. Удерживать ее будут щебеночные основания, бетонные блоки и металлические крепления. Завершить прокладку новых трамвайных путей и обустройство контактной сети подрядчик обещает до 1 мая. Схема проезда автомобилей также утверждена. Между временными трамвайными путями и тротуаром останется 4-метровая полоса для проезда машин в сторону Засвияжья. А в центр попасть можно будет по временной дороге, которую строят на территории Ульяновского госуниверситета. Это позволит нам не ограничивать движение, практически не ограничивать движение из Засвияжья в сторону центра. И при этом позволит полноценно зайти на работы по мосту и по хути-проводу. То есть на демонтаж или на последующий монтаж. Ремонт моста через Свиягу находится на особом контроле главы региона. Алексей Русских поставил конкретную задачу – нарастить темпы ремонта. Основные работы по реконструкции одной из главных городских артерий должны идти слаженно и динамично. Теперь каждый рабочий день глава города будет начинать с контроля за ходом ремонтных работ. Мы поставили главную задачу перед подрядчиком – сократить срок строительства на год, для того, чтобы в конце 2023 года мы объект уже могли ввести в эксплуатацию. Обновление объекта стало возможным благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». В итоге планируется провести капитальный ремонт и организовать трехполосное движение в каждую сторону. Артем Петров и Михаил Державин. Вести. Ульяновск. Сгнила и упала водонапорная башня в селе Барановка Николаевского района. Две улицы остались на сутки без воды. Сейчас живительная влага подается людям по часам. Об этом доложил глава муниципалитета на совещании в правительстве региона. Теперь под проверку попадут все районы области. Проверить все водонапорные башни региона и составить реестр тех, что требуют ремонта и замены. Штаб по развитию в правительстве начался с поручений. На днях в Николаевском районе село Барановка осталось без воды. Сгнила и упала водонапорная башня. Заменить ее планировали еще в начале года по программе «Народная инициатива». Но проект не прошел конкурс, как итог 90 домов без живительной влаги. Нам спонсоры помогли. Там была бушная башня. Они нам ее, как говорится, подарили. Мы ее просто перевезем, установим. Башню установим в тече. До начала мая мы башню установим. То есть сейчас уже залили фундамент. Сейчас водосельчане получают по часам. Усиливает работу и региональное ведомство природы. Идет подготовка к пожароопасному сезону техника и все профильные службы. Переведены в режим повышенной готовности. Уже найдено 19 термоточек. Все они в Меликесском и Индинском районах. За прошлый год таких опасных мест было свыше 700. Термоточка – это точечные возгорания на землях, которые не входят в государственный лесной фонд. В основном это идут неконтролируемые палы сухой травы, это идет сжигание порубочных остатков, либо опять-таки идут поджоги полей сельхозназначения. Несмотря на то, что весна пока стоит достаточно холодная и влажная, мы помним, какой серьезный ущерб нанесли нам лесные пожары в прошлом году. На борьбу с лесными пожарами готовы выйти 3068 человек и 536 единиц техники. Актуальной темой на аппаратном совещании стало и трудоустройство жителей из Донбасса и Мариуполя. Ульяновская область приняла свыше 800 вынужденных переселенцев. Сегодня на региональном рынке труда работа для них найдется. На одного человека сразу 4 вакантных места. На каждого трудоспособного гражданина с указанием возраста, профессии, пожеланиях работы членов семьи, ограничениях по труду и так далее, специалистами консультационных пунктов заполняется паспорт жизненной и семейной ситуации. Из 351 трудоспособного человека, который желает работать, такой паспорт составлен на 350 человек. А уже на следующей неделе региональная делегация, в которую войдут руководители предприятий, институтов развития, примет участие в выставке и на пром в Узбекистане. Там пройдут экономические переговоры с министрами Таджикистана, Армении, Белоруссии и Казахстана. Марина Тимофеева, Михаил Державин, Вести, Ульяновск. Число самозанятых в регионе растет. Тех, кто работает на себя, уже около 25 тысяч человек. Чтобы дела новоиспеченных предпринимателей шли в гору, в регионе благодаря нацпроекту поддержка малого и среднего предпринимательства проходят образовательные проекты. В одном из них Максим Бажанов. Каждая из этой комнаты работает на себя. И речь не только о ведении бизнеса. В доме НКО самозанятые учатся делать это успешно и качественно. Это пятый заключительный день образовательного проекта. Самозанятые – инструкция к применению. За короткий интенсив бизнесмены узнали о налоговых и юридических аспектах деятельности, научились правильно распределять время и деньги, а главное – узнали секрет, как всегда оставаться в ресурсе, чтобы энергия на развитие своего дела никогда не заканчивалась. Эти курсы помогают укрепить позиции самозанятых, которые уже зарегистрировались, применяя данный налоговый режим и помогают им еще больше развиваться, чтобы выходить на более крупный уровень. Выйти на новый уровень все пять дней помогали профессиональные бизнес-тренеры. Их выпускниками стали более 30 человек из 50 зарегистрированных в проекте. Одна из финалистов – Юлия Яковлева. После 10 лет работы в найме женщина решила – в жизни надо что-то менять. Отучилась на массажиста, оформила самозанятость, соцконтракт. На полученные деньги открыла собственный массажный кабинет. За пять месяцев работы уже появилась небольшая клиентская база. Девушка уверена – после курса в дело пойдет еще лучше. Курсы самозанятости мне помогли более структурированно понять, как вести бизнес, как планировать свое время, где искать клиентов. То есть помогло разобраться именно в сфере бизнеса, потому что прийти в новое дело и не зная вообще, что как устроено, очень сложно. Надо отметить, несмотря на завершение проекта, самозанятые все еще могут получить возможность развить свои навыки. Впереди два семинара от бизнес-тренеров. Оба пройдут в точке кипения – 21 числа тренинг по лидерству, а 28 апреля по продажам. Сами курсы тоже еще будут. Их проводят в регионе ежегодно, благодаря нацпроекту «Поддержка малого и среднего предпринимательства». Максим Бажанов, Дамир Губеев. Вести. Ульяновск. Всероссийский проект «Добрые крышечки» отметил пятилетие. В регионе он заработал благодаря Заволжскому волонтерскому центру «Здоровый выбор». У проекта несколько целей – сделать улицы города, парки и скверы чище, а также помочь всем нуждающимся. Пластиковые крышки от бутылок собираются в различных пунктах приема. Затем крупные партии отправляются на завод по переработке пластика. Там взвешивают сырье, после чего переводят денежные средства за собранный пластик на счет благотворительных фондов или конкретных людей, нуждающихся в помощи. Волонтерский центр собирает пластиковые крышечки с 2017 года. За этот период было собрано более трех тонн крышечек на сумму около 20 тысяч рублей. Деньги переправляются в фонд волонтеров в помощь детям, сиротам, в помощь детишкам, оставшимся без попечения родителей и нуждающихся в дорогостоящем лечении, в покупке инвалидных полясок, протезов. За пять лет в проект включились многие учебные заведения Ульяновской области. В прошлом году к волонтерскому центру «Здоровый выбор» присоединилось несколько организаций из Татарстана. Особенно много пластиковых отходов привезли из Буинского детского сада. Мы объявляли детям по группам, и они сами в пакетиках приносили эти крышечки. Они знали, что эти крышечки пойдут на переработку, и деньги будут переслены больным детям. Наш детский сад собрал четыре мешка. От воды, от лимонадов, от квасов, от пюрешек, где есть крышечки пластиковые, от всего, что есть. Если считать со всей нашей школы, то больше 100 килограммов точно. Популярность крышечного движения в том, что это простой и незатейливый жест, который человека ничем не обременяет, но при этом помогает и экологии, и нуждающимся людям. Это Вести Ульяновск. Мы продолжаем выпуск. С такими светлыми умами страна не пропадет. Такой вывод сделали по итогам школьной и научно-практической конференции. Она прошла на базе научно-производственного объединения «Марс». Главным ее богатством стали не обычные рефераты, а серьезные разработки юных инженеров. С ними познакомился мой коллега Эдуард Истомин. В объединении «Марс» научно-техническое пиршество. Что не разработка, то приятное удивление. Игорь Романов, к примеру, ошеломил всех своим чудом-акетом. И на нем же юный финалист играючи исследовал свойства проводимости от температуры. Вывод. Сопротивление полугодника с ростом температуры уменьшается, а проводимость увеличивается. Это и приводит к увеличению тока в цепи. А вот Иван Балясников уже стучится в двери к академикам. В воспитанник лицея при УЛГТУ разработал аналог кисти руки. Его разработка с IT-решением в тысячу раз дешевле бионического протеза. Будущий инженер мечтает внедрить в производство полезное открытие. И теперь при сжатии моей руки сжимается искусственная рука. Пока рука моя напряжена, напряжена эта рука. Иван долго бился над правильной обработкой данных с датчиков. Но терпение и труд взяли свое. В кампусе Аллы Парусалицы сделал 3D-модель своего изобретения. А затем вышел в финал конференции Mars IT. Здесь на базе предприятия шлифовался проект. Хотя совершенству нет предела. Скорее всего, я остановлюсь, когда вот это вот все будет выглядеть как рука. Ну, то есть, как абсолютно вот просто кисть. Жюри по достоинству оценила разработку Ивана. Он один из победителей конференции Mars IT. Всего же ее участниками стало 40 школьников. Именно они отобрались в финал для защиты проектов. Это лучшие проекты, презентации лучших проектов, лучших разработок, которые в дальнейшем могли бы быть применимы и в том числе и здесь, на Марсе. Многие ребята стали призерами на Mars IT. Имена будущих инженеров специалисты Марса взяли на карандаш. Здесь знают цену светлым головам. Чем раньше мы предметно будем этим процессом управлять и помогать молодым ребятам и девчатам, тем больше эффект в плане того, что мы будем получать уже подготовленных специалистов. Юным изобретателям провели экскурсию в одной из лабораторий. Здесь изделия подвергают различным физическим воздействиям – холодом, теплом или магнитным полем. Будущие инженеры с интересом смотрели на работу установок. Эдуард Истомин, Дамир Губеев, Весюльянск. Школьники из Москвы нашли фотографию времен Великой Отечественной войны, которая нигде раньше не публиковалась. На этом снимке запечатлен советский солдат родом из Ульяновской области, связист Николай Сергеевич Лептунов. Ребята нашли фотографию не случайно. Все это проект Военно-патриотического музея Московской школы номер 185, Алексей Алешенко, сынок. Его суть в поиске неопубликованных материалов военного времени и передачи их родственникам героев Великой Отечественной войны. Фотографии, хронику и даже записи голосов с фронта школьники ищут в Российском государственном архиве кинофотодокументов. Устанавливают личности с помощью общедоступных баз данных, погибших в годы войны награжденных. Николая Сергеевича Лептунова, которого мы сегодня привезли в Ульяновск, ребята вычислили именно по награде медаль за отвагу у него на груди. И вот в карточке он числся как Лептунов НС, связист. А на сайте награжденных мы нашли Лептунова Николая Сергеевича, связиста, награжденного медалью за отвагу. Ну вот, в общем, сошлось все. Внука советского солдата нашли легко через социальные сети. Даже не пришлось проверять, он это или нет. Сходство деда и внука налицо. Для семьи фотография родственника с фронта – неоценимый вклад в ее историю. О дедушке практически не осталось никакой памяти. Спасибо огромное всем. Мы хотим выразить благодарность всем ее участникам, организаторам за помощь, за то, что связались с нами, за то, что подарили настолько важное для нашей семьи и для истории в целом фотографию, и в первую очередь память о том, что было, и что об этом никогда нельзя забывать. Фотография ульяновского героя – не первый материал, переданный в руки родственников героев Великой Отечественной. За шесть лет существования проекта московские школьники обрадовали исторической находкой более 60 семей по всей стране и за ее границами. Ульяновский государственный ансамбль песни и танцев «Волга» выступил в Казани. Концертная программа раскрыла красоту танцев народов, проживающих на территории Среднего Поволжья, а также уникальность фольклорной сокровищницы региона. Многие номера вошли в золотой фонд ансамбля и неоднократно были приняты на ура. Этот концерт долгожданный. Наши казанские зрители с нетерпением ждали встречи с зрителем. Как раз программа такая шикарная – «Танцы народов мира. Мы на Волге живем». И концерт состоялся. Зрители бурно стой аплодировали ульяновский коллектив «Волга». Костюм очень красивый, голоса очень хорошие. Нам понравилось, как они себя преподнесли даже, как говорили, как называли, как... Следующий сольный концерт ансамбля «Волга» состоится 29 апреля в ДК «Губернаторский» в честь Международного дня танца. Начало в 18.00. Живую книгу создали ученики Тимирязевской средней школы Ульяновского района. В ней живут фразеологизмы, употребляемые старшим поколением, но непонятные современные молодежи. Интересно, что этот проект стал финалистом творческой мастерской российского движения «Школьников». Ее посвятили Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, о проведении которого объявил президент Владимир Путин. Пустить пыль в глаза, бить баклуши, шиворот на выворот. Что означают эти крылатые выражения, которые употребляют бабушки и дедушки. Смысл интуитивно с современными школьниками улавливается, но точного определения они дать не могут. Бытливые умы решили причесать свои мысли и двинулись с диктофоном в руках по дворам. Оказалось, что это большой материал информационный, который хранит в себе историю нашей страны, историю развития самого языка, культуру, быт, особенности каких-то отдельных регионов. В общем-то, оказалось, что это кладезь очень интересной информации, которая является культурным наследием нашей страны. Презентовали живую книгу или бабушкины заморочки с помощью цитрализованной постановки. Здесь и выяснилось, что означает «не пасеньки шапка» или «семи пядей во лбу». Школьники наглядно продемонстрировали, что изначально «семи пядей во лбу» подразумевало не размер таланта, а рост и возраст подростка. Есть «семи пядей от пола до лба» – можно доверить самостоятельное дело. Трансформировался и первоначальный смысл крылатого выражения «не пасеньки шапка». Раньше головной убор обозначал социальный статус его обладателя. Открытий и для себя, и для старших ребята сделали немало. Тупой, как сибирский валенок, потому что в основном друзья бывают глупят, что-то не так делают, я их так называю. История очень интересная у этого происхождения, потому что в Сибири называли всех людей, которые не приспособлены к городу валенками, поэтому и когда они в город приходили, они не знали, что там делать, поэтому их так называли. На презентации живой книги были не только односельчане, но и столичные гости. Тимирязевский проект с фразеологизмами попал в число 16 лучших по России. Всего в творческой мастерской российского движения школьников было 8 тысяч участников. Где-то они формы сделали, воротнички расписали, в хохламу, где-то они разукрасили забор около школы, тоже в какой-то вид росписи, где-то играют в игрушки. Здесь, вы видите, они копнули немножко глубже. Уникальная история. И неважно, где это, поселок в Ульяновской области или это город Москва. В заключение представления всем гостям раздали калачи. И опять же, не случайно. Дойти до ручки – значит собирать в пыли недоеденные ручки, за которые держали калачи. Вот такой познавательный проект о русском языке. Респект и уважуха. Возможно, через годы придется растолковывать смысл и этого современного крылатого выражения. Дмитрий Емельянов, Сергей Свешников. Вести Ульяновск. Из поселка Тимирязевский. В регионе завершился заключительный этап турнира по мини-футболу среди студентов ульяновских вузов. На футбольном поле встретились команды пяти высших учебных заведений региона и сборной техникумы Олимпийского резерва. Борьба за звание победителей была напряженной. На протяжении семи игровых дней студенческие команды шли практически вровень друг с другом. Этот турнир показал, что очень высокий уровень среди студентов он вырос. Каждый матч он достаточно проходит ровно. И одна из команд выигрывает достаточно в один мяч, в два мяча. Много ничейных результатов, что это показывает уровень мастерства наших студентов. Команда Ульяновского института гражданской авиации могла стать победителем турнира досрочно. Но из-за хорошей подготовки соперников сыграли в ничью. Расставил все по местам решающий матч. Уже в первом тайме команда УИГа отправляет мяч в ворота сборной Госуниверситета. Затем еще один и победа. Летчики обыгрывают команду УЛГУ со счетом 2-0 и становятся абсолютными победителями турнира по мини-футболу. Сказалась усталость на нашу команду. Потому что, я же говорю, повторюсь еще раз, пять игр подряд играть это очень тяжело. Да, хотелось выиграть больше, каждый хотел забить, но, к сожалению, мы сыграли 2-0. Но и в то же время, к счастью, мы стали победителями. Победители команда УИГа будут защищать честь Ульяновской области на всероссийском турнире по мини-футболу. Там наши спортсмены встретятся со студенческими сборными из разных регионов страны. Первый матч запланирован на 18 мая. На этот час у нас все новости. Оставайтесь на канале Россия. Государственная телерадиокомпания объявляет прием заявок на участие в телевизионном марафоне фестиваля молодежной патриотической песни «С чего начинается Родина». Вокалисты, хоры, народные коллективы, семейные и профессиональные ансамбли могут прислать свои работы в редакцию или на сайты региональных филиалов. Лучшие исполнители станут участниками 12-часового телемарафона на платформе смотрим.ру, в эфире телеканалов и радиостанции ВГТРК. Если вы молоды, талантливы, любите родную землю и цените песенные традиции большой страны, нам по пути. Споемте, друзья! Клиника «Барикоза.нет» в Ульяновске уже три года занимает первое место в рейтинге продокторов среди специализированных клиник. Первое место в рейтинге хирургов области занимает врач клиники Леукин Максим Петрович. По итогам 2021 года Центр удостоен премии «Бренд года» в номинации «Лидер народного рейтинга». Работаем без выходных. Звоните 305-500. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА